Во время этого визита я имел возможность посетить около Москвы Сергий Пасад, город Великого Святого Сергия. И красота монастыря истинно имеет большое значение и реальность, что нет монастыря такого рода где-либо в мире. Но, опять же, красота была в совершенной гармонии с чем-то очень духовным. Я испытал то же самое, когда посетил Санкт-Петербург, храм Александра Невского, буддийский храм. Например, я был в ряде буддийских храмов в Индии, в Китае, в Тибете. Есть определенное сияние мудрости Будды, которая распространяется по всей Азии и также по Евроазии. Я был глубоко струнен, посетив два кладбища. Первое указывает нам о героизм людей Санкт-Петербурга во время Второй мировой войны. Пискаревское кладбище. То, что я почувствовал, это была глубокая тишина внутри меня. Слова великой поэтессы Ольги Берггольц повторялись в моем уме. И эти слова нужно помнить не только русским людям, но и всем людям в мире. Ничто не забыто, никто не забыто. И никогда такая война не должна произойти в дальнейшем. После этого я посетил другое кладбище, рядом с Александром Невской ладой. Я имел возможность увидеть захоронение, место покоя, великого русского писателя Достоевского. Это мой любимый русский писатель. И я вспомнил слова Достоевского из его произведения «Идиот». Только красота спасет мир. Только красота спасет мир. Это очень пророческие слова. Красота. Но это не только внешняя красота, которая, конечно, очень представлена в Санкт-Петербурге. Но красота, о которой говорил Достоевский, это красота сердца, красота души, красота ума. В России я увидел выразительность другой, внутренней красоты, которая опять и опять встречается у великих писателей России, у ученых, у великих художников России, у общественных преобразователей России. И среди них я отдаю дать великому художнику России, который явился послом между Россией и Идией, Николаю Рейху. Николай Рейх, как я считаю, один из величайших граждан мира. Он родился здесь, он закончил свои дни в Идии. Да он принадлежит не только России и не только Индии, он принадлежит всему миру. И я счастлив, что я являюсь одним из попечителей Международного библиального отреста Рейхов в Дагаре, в Далине Колу. И как попечитель я узнал об океанической деятельности Николая Рейхова в искусстве, в философии, в литературе. Фактически нет ни одной области творческой деятельности, в которой бы он не выделялся. Рейхов был тем художником, который дошел до души творений. Что особенно нужно сказать о Рейхе, это то, что он применил свой художественный гений в неотложном направлении в мир. Это мир. Мир через культуру и культура для мира. Пакт Рейхова, который известен по его имени, имеет неприходящее значение среди многих документов прошлого. Этот пакт говорит о том, что художественные и культурные ценности принадлежат всему человечеству. Это более значимо и насущно, чем мы считаем проматериальные ценности. И это должно быть защищено от любого насилия, любого конфликта, любой войны. Духовные, культурные, художественные ценности должны быть защищены. И это обязанность всех нас, не только тех людей, которые действуют в сфере культуры, художественной деятельности, занятых, но, что более важно, людей политики, правительств, оборонных учреждений. В Эрих, на мой взгляд, есть полярная звезда, освещающая понимание и осознание того, что величайшие ценности человеческой расы являются не материальные ценности, не интеллектуальные, не научные ценности, а духовные, которые проявляют себя в великих творениях искусства. Вы должны учиться у Эриха. Вы, конечно, должны отмечать, праздновать все, что связано с Эрихом. Что более важно, вы должны применять учения Эриха в этих условиях, в ведущие времена 21 века и далее. Применяя, вы должны понимать, что подлинные ценности не являются экономическими и материальными ценностями. К сожалению, в последние десятилетия весь мир включился в год за получение все большего и большего количества материальных ценностей. И это содействует не только разрушению экологии и окружающей среды, но это и разрушает человеческую экологию, экологию культуры. Ведь человек рожден не только для того, чтобы потреблять и для того, чтобы расти духовно, культурно, художественно. И это учение Эрихов и других великих учителей. И, наконец-то, мир должен изменить свое направление развития от экономики в сторону культуры, художества и духовного просвещения людей. Я очень рад, что люди почитают труды Эрихов в России и в других частях мира. И как индийцы я считаю, что моя обязанность и обязанность других индийцев участвовать в этом глобальном походе за сохранение пламени, учений, рерихов, их философии, их провозвестия живыми, строить глобальную солидарность. И не только праздновать даты, связанные с Рерихов, но, как я уже упоминал, применять весть Рерихов в жизни. Николай Рерих был и продолжает быть гражданином мира. Он родился в России. Он слышал большие дела, когда находился в России. Он путешествовал в Америку и стал воистину великой личностью. Он отправился в Индию и провел последние свои дни в предгорьях Гималаев. Он был гражданином мира, но его основные интересы были связаны с переоткрытием древней мудрости человечества, которая в основном сконцентрирована в Азии. Его художественные работы и две большие экспедиции показывают нам, что он старался найти в сердце этой мудрости Азии. Удивительно, что его путешествия происходили тогда, когда это было чрезвычайно трудно. Он прошел тысячи километров через горы, через пустыни. Его путешествия дают нам понять и осознать сущность духовного и культурного единства Азии. И сейчас я должен упомянуть, что это не только Азия. Мы должны расширить концепт понимания Азии до Евро-Азии. И этому научил нас Рерик. Сам он из России и в какой-то степени из Европы. Но основная его активность была сконцентрирована в Азии. Вот та личность, которую дала нам понять сущностную основу единства Евро-Азии. И это единство в наше время становится еще более важным. Так как мы видим, что пути мира сейчас изменяются, и Запад в какой-то степени претерпевает упадок. Мы наблюдаем упадок Соединенных Штатов Америки и Западной Европы. Остальная часть мира, и особенно Евразия, возрождаются. Это новый порядок, и мы это должны понять. В этом новом мировом порядке три основных страны должны идти вместе для того, чтобы преобразовать мир в направлении мира, в направлении сотрудничества, в направлении будущего процветания, в направлении большей и большей гармонии. Это те три страны – Индия, Россия и Китай. Или можно сказать Россия, Индия, Китай – РИК. Этот треугольник, который сейчас включен в большую коалицию, называемую БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Пять объединившихся стран представляют разные континенты. Что это значит? Это значит, что эти страны символизируют появление нового порядка в мире. Это показывает, что Азия и Европа, Евро-Азия, идут вместе, чтобы лидировать в наступающих десятилетиях 21 века. Но это не значит, что Евро-Азия заботится только о себе. Евро-Азия заботится о целом мире. Вот почему Южная Америка, Автрика стремятся к солидарности. Индия, Китай, Россия делают усилия, чтобы идти вместе. Они мыслят по-разному, принимают решения различные. Таким образом, мы видим новый пример созидания мира. Большая мощь не нуждается в конфронтации, в отношениях, которые приводят к конфликту, к военному конфликту, к войне. Но большие нации могут сотрудничать, разрешать свои отличия мирным путем, путем переговоров и таким образом показывать новый путь остальному миру. Что касается Индии и России, то нет таких основных различий. Это пример замечательных взаимоотношений. Россия и Индия две большие, мощные страны и нету значительных различий. Есть различия между Индией и Китаем. Эти различия нужно решать мирным путем. Индия и Китай две древние цивилизации и мы должны заново открывать мудрость древнюю, которая представлена буддизмом. Буддизм пришел в Китай из Индии, более частые визиты в Китай дали мне понять, что сейчас наблюдается возрождение религиозное в Китае. Все больше и больше людей обращаются к своим древним традициям буддизм, конфуцианство, даосизм и это очень хорошо. Если мы фокусируем свое внимание только на политике, на геополитике, то конфликты более вероятны. И мы не сможем разрешить эти конфликты и наши различия преодолеть. Но если мы открываем наши духовные, культурные, философские традиции, то можно разрешить все противоречия бедной ситуации. В выигрышной ситуации. В этой связи я вспоминаю великие слова Бахат Магальди, сказанные в 1942 году. То есть еще до того, как Ильдия добилась независимости и Китай освободился. Он сказал, как друг Китая, я стремлюсь к тому дню, когда наши две великие нации будут жить как братья. Будут жить вместе, будут сотрудничать во имя общего блага для блага Азии, для блага всего мира. Бахат Магальди не только один человек, который сказал подобным образом. Мы можем вспомнить Рабин Драната Тагора. Он гражданин мира. Он родился в Индии, но он был великайшим интернационалистом своего времени. Он путешествовал в Россию, он путешествовал в Китай, он путешествовал в Персию, он был в Японии и даже не только в Европе, но он побывал и в Аргентине. И он нес только один призыв. Мир должен идти вместе, должен идти мирным путем. философерам, великий мыслитель Конфуций сказал, что различия всегда существуют, но человечество должно учиться жить в гармонии, несмотря на различия. Нам нужно заново открыть великие учения Будды, Конфуция, Махатма Ганди, Раби Драната Тагора, Свами Вивикаданды. Свами Вивикаданды – великая личность. Он родился в Индии, но он интернационалист. Его весть была посвящена единству человечества поверх религиозных барьеров. И еще Свами Вивикаданды важен в том смысле, что он уважал все религии, считая, что все они истинны, все и все важны, таким образом подводя нас к сущностному единству всех религий. Это великие современные и прошлые учителя человечества. И если бы научился у них, то такие страны, как Идия и Китай разрешат свои проблемы, мирно и покажут новый путь миру. Я считаю, что Евроазия лидер нового мирового порядка и сердце этого нового порядка Россия и Китай в их единстве. мы должны расширить это до более объемного альянса. По моему мнению, экономическая интеграция Евразии важна, но мы не должны останавливаться на этом. Один пояс, один путь стратегия Китая это очень обмесовозная стратегия экономического евразийского объединения. Она приветствуется, но мы должны идти дальше и думать о культурном, духовном объединении Евразии. И при такой перебиде курса я снова думаю о Рерихе и великих учитерях, которые помогают нам, указывают путь, проливают свет, дают правильное управление. Исполиная две великие экспедиции Рериха, мы видим новые возможности евразийского руководства всем остальным миром. Пересматривая ключевые вехи жизни Рериха, мы подходим к оценке родства или общности оси Гималаев Гималаев в Индии и великих гор Центральной Азии и даже России, которые он описывает в своей книге Алтай-Гималаев. Я думаю, эти горы каждая отдельная гора, но в особенности эти горы несут духовное послание. Они заставляют нас размышлять о высших целях человеческой жизни. Когда мы идем в горы, мы забываем несущественные заботы и убеждения человеческой жизни. Мы становимся ближе к человеческому отношению с космосом, к человеческому отношению к звездам, к созвездиям. Вот чем Рерих пытался увлечь нас своими картинами и пытался донести до нас через свои книги. Алтай, Гималайя партнеры, духовные сотрудники и мы должны возродить, мы должны заново открыть, пройдя над политическими ограничениями, мы должны заново открыть сущностное единство, Индия, Центральной Азии, Китая, Россия. К сожалению, в последнее время мы забыли древнюю мудрость и политические ограничения внесли разъединение между нами. Индия. Но время пришло и Индия, когда я говорю об цивилизации Индии в широком смысле, она включает Пакистан, она включает Афганистан, она включает Багладеш, это цивилизация Индии, это цивилизация Центральной Азии, цивилизация Китая, цивилизация России. Эти цивилизации должны начать новый диалог, новые переговоры. Эти переговоры должны основываться на уважении, в общем, на обучении друг другу, на достижениях друг друга, и все вместе быстро создавать новую цивилизацию, которая должна быть духовной цивилизацией. цивилизацию, которая создаст гармонию между человеком и человеком, между человеком и природой, и человеком за природой, с космосом. Космическое единство, это реальное учение всех великих святых человечества, которые мы должны снова переоткрыть и использовать это в политике, в экономике, для правительств и во всех сферах. Задача будет деятельность активистов рейховского движения, которые регулярно встречаются на Алтай, Алтайская хартия, Алтайская декларация, это очень значительная декларация, которая должна быть опрекована широко по всему миру, и особенно я хочу сказать в Индии, я хочу сказать, что Индия недостаточно внесла вклад в рейховское движение. Это огорчительно для меня, что Индия не так активно включается в международное рейховское движение. Эту слабость надо преодолеть. Мы должны все больше и больше сотрудничать с рейховцами в России и в других странах. Мы должны начать новое сотрудничество со всеми, кто пытается установить новый цивилизационный диалог. Не только рейховцев, но и всех вокруг мира. Мы должны создать новый диалог внутри этих диалоговых инициатив. Мы должны создать новое осознание, новую солидарность и двигаться вперед. Сущностное духовное и культурное единство Азии и Евро-Азии требует от нас осознать и принять сущностное единство всех религий. Сегодня в большей степени, чем когда-либо в прошлом, мир нуждается значимым пониманием искренности и серьезности межрелигиозного диалога и сотрудничества. К сожалению, от имени религии из-за непонимания религии столько много различий и конфликтов происходит. Есть люди, которые, к сожалению, интерпретируют ошибки религий столь привратно, что принимают участие в экстремизме, а экстремизм ведет к терроризму. Убивают невинных людей, хотя каждая религия осуждает лишение человеческой жизни. Ислам, например, в Святом Коране учит, что убийство хотя бы одного человека сравнимо с убийством всего человечества. В то же время спасение одной человеческой жизни равносильно спасению всего человечества. Это подлинное учение Ислама. Некоторые экстремисты приносят плохую славу Исламу. Есть насущная необходимость, чтобы те, кто принадлежат к Исламу или принадлежащие к другим религиям, понимали Ислам в более правильном свете, в свете, который практикуют и трактуют суфизм. Ислам толерантен. Ислам выражает универсальное человеческое братство. Ислам то самое учение, которое обращено к Богу, значит обращено к миру. Мы нуждаемся сейчас в диалоге между мусульманами и не мусульманами. Но не только между мусульманами и не мусульманами время пришло и мы нуждаемся в диалоге между всеми религиями. Индуизм, буддизм, христианство, ислам, иудаизм, сикизм. Все религии должны вступать в диалог все больше, больше и больше. Потому что мы живем в эпоху глобализма. А глобализм просто не позволяем вступать ни в какие конфликты из-за различий, допускать насилие военной религии. При таком повороте я считаю, что все учения великих учителей, таких, как Свами Викананда, Ганди, Рамакришна, даже всех последователей Будды, великих святых христианства, джайнизма, иудаизма должны быть заново открыты. Я из Индии. Я хочу сказать вам то, что сказал Свами Викананда Викананда на первом всемирном парламенте религий в Чикаго в 1893 году подлинное учение всех религий призывает к единению. Не за счет уничтожения различий. Различия всегда существуют. Но, несмотря на различия, мы должны идти вместе. Мы должны объединяться. И это учение должно быть сущностно провозглашено в Евроазии, Азии, Европе под руководством Индии, Китая и России. и